всем привет рада приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы приготовим с вами фунчозу это блюдо азиатской кухни которая хорошо подавать на стол как холодном так и в горячем состоянии если кто не знает то фунчоза это крахмальная стеклянная лапша это не рисовая лапша а лапша из крахмала бобок мунг нашей семье ни один праздник не обходится без этого салата для приготовления нам понадобится стеклянная крахмальная лапша перец красный желтый мясо морковь свежий огурец зелень укропа и кинзы соевый соус приправа для фунчозы и кунжут в отношении приправы для фунчозы кто-то готовит ее самостоятельно но я убедилась в том что ничего за с такой приправой получается намного вкуснее и конечно же быстрее и я полагаю что те кто нашел крахмальную лапшу у себя в городе им не составит труда найти и подобный набор специй фирм на рынке сейчас довольно много выбирайте та которая вам больше нравится и которую вы нашли для начала закипятим воду и зальем стеклянную лапшу как указано по инструкции у меня лапша простояла в кипятке 4 минуты потом сливаем воду и хорошо промываем холодной водой теперь приступаем к нарезке всех продуктов мясо нарезаем сначала на пласты шириной примерно 6 7 миллиметров мясо я использовала свинину вы также можете взять курицу говядину или что-то из морепродуктов например креветки потом каждый пласт разрезаем соломкой моем и очищаем морковь и шинкуем тонкой соломкой я это делаю с помощью терки перец сначала очищаем от семечек прорезаем по кругу от плодоножки вынимаем ее и удаляем все семена разрезаем пополам и нарезаем тонкой соломкой я дополнительно разрезаю каждый кусочек еще вдоль чтобы ширина перца примерно соответствовала ширине стеклянной лапши но это не принципиально так же поступаем и желтым перцем огурец промываем и тоже нарезаем соломкой можно ножом но теркой получается намного быстрее середину с семенами мы в салат не нарезаем туда идет только твердая часть огурца мелко шинкуем зелень я всегда кладу укроп и кинзу но знаю что некоторым кинза не очень нравится можно положить ту зелень которую больше любите вот такие красивые овощи у нас получились и не забываем про мясо большинство азиатских блюд готовится боки так как в нем довольно быстро достигается нужная температура и овощи не успевают развариться но в домашних условиях конечно же можно готовить и на сковороде разогреваем вок наливаем растительное масло проверяем опустив один кусочек мяса достаточно ли разогрета посуда и кладем оставшееся мясо помешивая сначала оно будет прилипать к стенкам это нормально потом оно начнет равномерно обжариваться мясо готовится около 2-3 минут и далее добавляем морковь размешиваем и обжариваем буквально 30 секунд затем добавляем перец и обжариваем еще 30 секунд если вам кажется что масло впиталось в овощи его недостаточно можно добавить еще немного наливаем соевый соус снова перемешиваем и выключаем вок кладем огурец зелень и еще раз перемешиваем плита уже выключено но жар от волка продолжает идти на все овощи добавляем лапшу приправу для фунчозы и чтобы хорошо соединить овощи и лапшу я беру две вилки и поднимающими движениями перемешиваю салат перекладываем его на сервировочное блюдо и щедро посыпаем кунжутом этот салат хорош тем что его можно есть как в холодном так и в горячем состоянии всем желаю успехов в приготовлении и до новых встреч